Приветствую, с вами Сергей Гудков, психотерапевт. В этом видео мы разберем то, как иногда некоторые попытки решения проблемы становятся проблемой еще больше, чем та проблема, которая была в начале. Например, один из типовых-типовых случаев, человек хочет похудеть или хотя бы немножко навести порядок в питании, и он предпринимает какую попытку? Садиться на очень жесткую диету, ограничивать себя почти во всем. За этим следует закономерный срыв и часто потом набор веса. Человек через какое-то время предпринимает очередную попытку, за которой следует то же самое, и начинается замкнутый круг напряжения, потом, как это говорят, расслабилось, разъелось со всеми последствиями. Или другой пример. Что-то происходит с ребенком, ребенок, допустим, плачет, и родитель кричит ему «Успокойся!». Ребенок продолжает плакать, а родитель тогда повышает тон голоса, действует сильнее. «Успокойся!» кричит изо всех сил. Конечно, ребенок в ответ на это начинает плакать еще сильнее. То есть, чем больше кричит родитель, тем больше плачет ребенок. И тот эффект, который хочется достичь, он все дальше, дальше, дальше куда-то уходит. То есть, вот здесь попытка решить проблему часто бывает тем, что эту проблему поддерживают. Поэтому во многих случаях важно понять, что я делаю, как я пытаюсь решить проблему, и не является ли вот эта попытка тем, что эту проблему, наоборот, удерживает, усиливает. Первый шаг в таких случаях – это прекратить вот эти попытки решения. В случае с диетой, ну, если вы уже несколько раз, особенно люди иногда десятки раз садятся на жесткие диеты, получают закономерный срыв, может быть, дело не в том, что у тебя не хватает силы воли или еще чего-то, а просто сам такой способ не работает. То есть, не надо так делать. Или в случае с ребенком, ну, понятно, чтобы успокоить ребенка, лучше всего, чтобы вы были сами спокойны и из спокойного состояния действовали, или говорили, там, как-то, утешали ребенка. Это сработает намного лучше. То есть, первое – это прекратить вот эти попытки решения, которые поддерживают проблему. Вот так. До встречи в новых видео, в прямых эфирах, может быть, на консультациях. Пока.